Андрей Савин отдал военной службе свыше 20 лет. Большую часть этого времени провел в Средней Азии. В последние годы занимается патриотическим воспитанием молодого поколения. Обычно в день воинской славы приходят на церемонию возложения цветов в горельеф ускорбящей матери родине вместе со своими воспитанниками. Но в этом году из-за эпидемиологической ситуации детей решили не задействовать. Я думаю, что необходимо передавать нашим детям те подвиги, которые совершили наши отцы детям. Главное – честность, добросовестность и порядочность. На торжественную церемонию в память о павших на Курской дуге пришли ветераны вооруженных сил Самарской области. Именно эта битва считается переломной в истории Великой Отечественной войны. В сражении летом 43-го года участвовали 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов и почти 2 миллиона человек, в том числе жители Куйбышева. Курчане именно принимали участие в этой битве. Их осталось очень мало. Их осталось в области в пределах 60 человек, а более меньше 20 человек. Просто заключается в том, что именно эти люди, то поколение, они показали, как надо жить, как надо любить свою страну, как знать свою историю. Сражение на Курской дуге началось 5 июля и закончилось 23 августа 1943 года. Вооруженная мощь и отвага бойцов Красной армии положили тогда путь к дальнейшим наступательным действиям советских войск, а тем самым и к долгожданной победе в 1945 году. Мария Левина, Константин Головин. События.